Здравствуйте, дорогие друзья! Друзья, вы смотрите программу «Золотое время», и я ее ведущий Максим Мясников. И я всегда молюсь о том, чтобы время, которое мы проводим общаясь, становилось для нас золотым. Я бы хотел поговорить с вами о очень важной молитве, молитве «Отче наш». Еще ее называют «Молитва Господня». Но прежде чем мы будем подробно говорить об этой молитве, об этой молитве надо говорить подробно. Молитва «Отче наш» настолько важна, она настолько насыщена важными вещами, о ней нужно говорить подробно и долго. И прежде чем мы перейдем к разговору о молитве «Отче наш», и мы посвятим молитве «Отче наш» несколько программ, я хотел бы поговорить с вами о состоянии нашего сердца, о состоянии наших сердец. Я хочу поделиться с вами секретом, который я открыл для себя, секретом, который помогает мне сохранять мир в сердце. И Иисус однажды произнес удивительные слова. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я вас успокою». И я уже долгое время, будучи верующим человеком, я понял одну важную вещь. Мир, о котором говорит Иисус, не приходит сам по себе, потому что в этом обещании, которое Иисус дал, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные», в этом обещании Иисус поставил условия. И очень часто проповедники не говорят об этом условии. Давайте прочитаем, что Иисус сказал. Это Евангелие, от Иоанна, 11 глава, с 28 стиха. «Иисус сказал, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Как приятно это звучит, как нам нужен покой. Иисус сказал, придите ко мне, все, кто устал, кто обременен, «Я вас успокою». Я уверен, что вы хотите, чтобы Бог дал вам покой. Но дальше Иисус сказал, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и вы найдете покой душам вашим». Смотрите, в этом обетовании есть условия. Если вы помните, мы начали разговор с того, что часто в наших сердцах не хватает мира. Сейчас в мире происходят такие события, которые беспокоят нас. Включаем новости, там говорят вещи, которые нас беспокоят. Между разными странами возникают конфликты, иногда вооруженные конфликты. Но нам, верующим людям, дана возможность сохранять мир и покой в сердце. И я хочу с вами более подробно разобрать этот стих. Итак, Иисус сказал, придите ко мне, кому нужен покой, вы устали, вы обременены. Придите ко мне, я дам вам покой. Как? И далее условия. Условия. Иисус сказал, научитесь у меня, научитесь, ибо я кроток и смирен сердцем. То есть Иисус дополняет мысль. Он не просто сказал, придите ко мне, труждающиеся и обремененные, и я дам вам покой. Нет, 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 вы придите ко мне, и вам нужно выполнить условия. Вам самим нужно кое-что сделать. Вам нужно у меня научиться кротости и смирению. И вот только тогда в вашу жизнь придет покой. А что такое быть кротким? А что такое быть смиренным? Это значит быть не злобливым, не быть мстительным, не быть гневным, не сердиться, не отстаивать свои права с пеной у рта, не доказывать с пеной у рта свою правоту. На самом деле, если посмотреть на нашу жизнь, от чего мы больше всего устаем? Больше всего мы устаем от конфликтов. Конфликты утомляют нас больше всего. И если вы замужем, если вы женаты, то вы знаете, что я говорю правду. Больше всего вы устаете не от физического труда. Больше всего вы устаете не от того, что вам надо стоять в пробках. Хотя, конечно, и физический труд утомляет, и стояние в пробках может утомить. Разные вещи могут утомлять, но ничто так не утомляет, не изматывает нас, как конфликты в семье. Когда между мужем и женой нет мира, они от этого очень устают. Когда не хватает мира в отношениях, не хватает любви, от этого приходит самая большая усталость. Смотрите, какой секрет открывает Иисус. Иисус сказал, придите ко мне все труждающиеся и обремененные. И оказывается, Иисус здесь говорит об усталости, которая появляется в результате того, что нет чего. Иисус сказал, научитесь у меня кротости и смирению, и тогда придет покой. То есть усталость накапливается, усталость возникает из-за отсутствия кротости и смирения. Когда вы ведете машину, кто-то вас подрезает, вы начинаете его обгонять, может быть, пытаетесь его проучить, но я надеюсь, вы так не ездите, но я видел тех, которые так ездят. Стараетесь его подрезать тоже, чему-то научить. Нет кротости, возникает конфликт, не дай бог авария. Еще хуже, если вы выходите из машины, начинаете выяснять отношения. Вот он, конфликт. Не было кротости и не было смирения. Вас подрезали, ну и пусть едет. Или жена вам сказала что-то, что вам не понравилось, а у вас не хватает кротости и смирения. И вы ей отвечаете тоже довольно резко и грубо. Возможно, она что-то сказала резко, но если у вас есть кротость и смирение, то вы не ответите в том же духе. И тогда придет мир и покой, понимаете? И Иисус сказал, придите ко мне, труждающиеся и обремененные, я дам вам мир и покой. Через что? Через то, что вы у меня научитесь быть кроткими и смиренными. Когда вас обижают, вы не обижаете в ответ. И тогда сердце наполняется миром. Когда у человека кроткое и смиренное сердце, в его сердце мир. Он не мстит за себя. Вот о чем Иисус говорил на самом деле. И сейчас, в это непростое время, когда мы слышим о конфликтах, мы слышим о разных дрязгах, разность мнений, так важно сохранять мир в сердце. И мир в сердце мы можем сохранять, используя вот этот очень важный принцип. Мы должны постоянно приходить к Иисусу, учиться у Него кротости и смирению. И если мы кроткие и смиренные, мы не будем мстить, мы не будем делать ничего назло, мы будем пребывать в Божьем мире и покое. Аминь. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажетях, вводит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Благость и милость твоя сопровождают меня во все дни жизни моей. Я пребуду в Доме Господнем многие дни. Друзья, я сегодня говорю с вами о том, как сохранять мир в сердце. Потому что в мире происходит событие, которое нас беспокоит. Мы слышим о войнах, о военных слухах, и мы начинаем беспокоиться. И самое худшее, кто-то начинает осуждать. Кто-то начинает осуждать правительство, кто-то начинает говорить какие-то вещи в сторону какого-то правительства. Я не говорю конкретно. Я не хочу говорить названий, стран, правительств, потому что не эта цель моего общения с вами. Цель моего общения с вами, чтобы в вашем сердце было как можно больше мира. Итак, сегодня мы слышим о разных конфликтах, даже военных конфликтах. У разных стран абсолютно полярные точки зрения. Но мы с вами верующие люди. И для нас, как для верующих людей, главным примером всегда являлся, является и будет являться сам Господь Иисус Христос. Давайте вспомним довольно известную историю, когда Иисуса привели к Пилату, чтобы Пилат осудил его, чтобы Пилат отдал его на распятие. Позвольте напомнить вам, что иудеи, религиозные лидеры иудеи, которые завидовали Иисусу, завидовали его успеху, они сами не могли распять Христа. По иудейским законам, обычаям нельзя было распинать. Поэтому они привели его к римскому наместнику, к Пилату, чтобы он принял решение о распятии Иисуса. Но Пилат очень серьезно относился к своему делу. И у Пилата был довольно серьезный следственный аппарат. И если вы помните, жена Пилата пришла к Пилату в то время, когда шли судебные действия, когда шло расследование, виноват Иисус или нет. Если помните, жена Пилата пришла к Пилату и сказала, «Я видела сон, не делай никакого зла этому человеку». То есть самый близкий для Пилата человек, его жена сказала, «Не делай ему зла». Но иудеи требовали, чтобы он отдал Иисуса на распятие. То есть Пилату для очистки совести очень было нужно найти вину во Христе. Пилат очень старался найти в Иисусе Христе какую-то вину, которая дала бы успокоение совести Пилата. Если Пилат отдает Иисуса на распятие, понимая, что за Иисусом нет вины, достойной смерти, то Пилата до конца жизни будет мучить совесть. Он отдал на распятие невинного. Приходила жена, сказала, «Не делай зла». Поэтому Пилат использовал весь свой, как мы сегодня говорим, административный ресурс, весь свой следственный аппарат. А у него были следователи, были дознаватели, были информаторы среди народа. Пилат очень хорошо и досконально исследовал жизни Иисуса. И что получилось в результате? Как говорит Евангелие, Пилат вывел Христа на всеобщее обозрение, и он сказал, «Я не нахожу в этом человеке никакой вины». Я повторю, Пилат сказал, проведя расследование, опросив всех, люди Пилата опросили всех, кого можно, и Пилат был вынужден сказать, публично признать, что он не находит во Иисусе Христе никакой вины. А что это значит? Вы когда-нибудь задумывались, что это значит, что Пилат не нашел во Иисусе Христе никакой вины. Давайте поразмышляем. Кем был Иисус? Безусловно, Он Господь. Он не просто был Господом, Он Господь сегодня, Он всегда и сегодня и вовеки тот же. Он Бог, но также Иисус человек. Он был рожден в еврейской семье. Его мама еврейка, иудейка. Христос рос в семье евреев, иудеев. А в каком положении находилась страна? В каком положении находился Израиль. Израиль находился под оккупацией. Римские войска и римская власть оккупировали Израиль. И среди евреев время от времени, это происходило довольно часто, возникали разные мятежи, бунты. Они пытались сместить римскую власть. И раз Пилат провел расследование и не нашел в Иисусе никакой вины, и он сказал об этом публично, это означает, что ни разу не было замечено, чтобы Иисус хотя бы раз высказался против римской власти. Вы когда-нибудь думали об этом? Сам римский наместник, Понтий Пилат, представитель римской власти, он был наместником в местности, в которой постоянно возникали восстания среди евреев. И он, проведя расследование, а Пилату очень хотелось, как я уже сказал, найти какую-то вину во Христе, чтобы оправдать распятие. Он не нашел никакой вины. То есть, Иисус ни разу не сказал ни одного слова против власти. Возможно, вам это сейчас не очень приятно слышать. Может быть, вы постоянно позволяете себе высказывания против власти. Если вы христианин, если вы верующий человек, Иисус Христос для вас главный пример. Так должно быть. Так должно быть для нас, для христиан. И эта история очень ярко свидетельствует о том, что Христос ни разу не позволил себе высказать свои политические пристрастия, предпочтения. Он ни разу не сказал ничего против этих оккупационных властей, против этой армии римской, которая была по сути оккупационной, Христос ни разу ничего не сказал. Друзья, я вспомнил эту историю, потому что мы сможем сохранить мир в своем сердце, только если мы идем по стопам Иисуса, только если Христос главный пример для нас. Вы нуждаетесь в молитве? Напишите о своей нужде на круглосуточной молитвенной стене, и наша команда служителей, а также верующие по всему миру будут молиться в согласии о вас. И если вы верующий человек, если вы называете себя христианином, то, конечно, логично, что Господь Иисус Христос главный пример для вас. Я называю себя христианином, я верю в Господа Иисуса Христа. Это значит, что главным примером для меня является Господь Иисус. И вот мой Господь Иисус, и я надеюсь, что он и ваш Господь, и я смелюсь сказать наш Господь Иисус, надеюсь, что вы верите в Господа Иисуса Христа, он, оказывается, за всю свою жизнь не встал на сторону какой-то политической партии, он не позволил себе ни разу высказаться против властей, иначе Пилат и Пилат об этом узнал. Божье Слово говорит нам верующим, Бога бойтесь, царя очтите. Означает ли это, что мы согласны со всем, что делает власть? Нет, у меня, может быть, мое мнение, я думающий человек, но я точно знаю, что Иисус Христос не позволил себе за всю жизнь, за всю свою жизнь сказать ничего против власти, иначе Пилат бы об этом обязательно бы узнал. Друзья, я говорю эти вещи для того, чтобы мы посреди этих потрясений последнего времени, а мы с вами живем в последнее время, я призываю вас следовать примеру Иисуса Христа, который сказал, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Христос приглашает нас прийти к Нему, чтобы обрести мир и покой, но как? Дальше условия, которые мы должны выполнить. Иисус сказал, научитесь у меня кротости и смирению, пусть не будет злобы, пусть не будет ненависти в вашем сердце, не идите против кого-то, будьте настоящими христианами, и тогда, вот тогда этот стих будет работать, тогда в вашем сердце будут мир и покой. Часто служители говорят, придите к Иисусу, Он сказал, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я дам вам покой. Но я знаю много верующих, много христиан, которые верят во Христа, но в их жизни нет покоя. Почему? Они не выполнили вторую часть стиха, нельзя вырывать ничего из контекста, мы должны учиться у Христа кротости и смирению. Кротость это когда ты подчиняешься, кротость это когда ты умеешь смягчить, обойти острые углы. Вот кротость, вот смирение, ты податлив когда нужно. Прежде всего ты податлив в руках Бога. И вот когда мы учимся кротости и смирению, тогда в нашу жизнь приходит мир и покой. И всегда помните, что Пилат не нашел во Христе никакой вины. То есть Христос ни разу не позволил себе словесно, вербально осудить римскую власть. Друзья, мы сегодня говорили на очень важную тему. Мы говорили о том, чтобы в нашем сердце был мир. Ибо таково Божье желание. Христос, приходя к ученикам после воскрешения, Он говорил им мир вам. Это Божье желание. Когда Бог приходит в вашу жизнь, Он хочет наполнить ее миром. И сегодня мы говорили о том, как Бог может наполнить наше сердце миром. Христос сказал, придите ко мне труждающиеся и обремененные, и я вас успокою, я дам вам покой. Через что? Через то, что вы научитесь у меня кротости и смирению. Когда мы учимся у Бога, у Христа кротости и смирению, когда мы становимся мягкими людьми, когда мы перестаем быть злобными, мстительными, в нашем сердце гораздо больше мира и гораздо больше покоя. Давайте учиться у Христа. Еще мы сегодня говорили о том, что когда Понтия Пилат расследовал жизни Иисуса, а он приложил много усилий, Понтия Пилат очень хотел найти какую-то вину во Христе. Ему это было нужно, чтобы оправдать свой приговор. У Понтия Пилата был мощный ресурс, административный аппарат, следователи, дознаватели, информаторы. Понтия Пилат использовал всю свою власть, чтобы найти какую-то вину во Христе, но ничего не нашел. Он вывел его к народу и сказал, я не нахожу в этом человеке никакой вины. Это означает, что Иисус за всю свою жизнь не произнес ни одного слова осуждения в сторону власти. Ни одного. Мы с вами верующие призваны молиться за власть, благословлять власть. Мы с вами призваны быть последователями Христа. Я хочу вас пригласить помолиться. Давайте помолимся о том, чтобы мы с вами возрастали в благодати повиновения Христу, чтобы мы учились кротости и смирению, чтобы мы с вами были настоящими христианами не на словах, а на деле. Господь, я молюсь за своих друзей, которые сегодня смотрят эту программу, я молюсь за себя. Мы приходим к тебе, Христос, как ты сказал. Приходите ко мне, труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Мы приходим, Христос, к тебе, мы хотим обрести покой. Научи нас кротости и смирению. Дай нам твою кротость и твое смирение, чтобы мы могли жить в покое. И народ Божий сказал Аминь. И еще, друзья, я хочу вам напомнить, что у нас есть замечательная онлайн-церковь, Благая Весть онлайн. Мы создали ее специально для людей, которые физически не могут попасть в церковь с хорошим учением. Может быть, вы живете в таком месте, где нет церкви. Или церковь есть, но вы ходите туда, и вот что-то не находит учение этой церкви отклика в вашем сердце. Мы специально создали онлайн-церковь для того, чтобы вы могли быть в церкви, находясь в любом месте и в любое время. Мы приглашаем вас в нашу прекрасную, замечательную церковь Благая Весть онлайн, созданную именно для вас. Присоединяйтесь. Благословений вам! Вы смотрели программу «Золотое время». И я благодарен вам за возможность общаться с вами. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин и очень светлый для меня день. Я попала в совершенно необыкновенное место. И когда я узнала, что концерт для зрителей наших сегодняшний бесплатный, ну, это особенно отозвалось в моем сердце, потому что я советский ребенок. Я помню еще танцплощадки, я помню в пионерских домах кружки бесплатные, театральные студии, самодеятельности, в домах культуры. И все это было, как я помню, было бесплатно. И, конечно, было очень желанно. Прекрасное здание хочу назвать домом, потому что оно уютное, оно красивое, и оно светится просто от счастья и от какого-то гостеприимства. Вот в этот дом я всегда прихожу с таким удовольствием. Для меня огромная честь выступать в этом прекрасном зале. вот уже пять лет по приглашению Максима Мясникова мы имеем возможность дарить людям радость. И для меня, как для артиста, это очень-очень ценно, и я с большим удовольствием каждый раз прихожу сюда. И для меня большая честь исполнять песни, потому что зрители тут просто очень благодарны. Друзья, как многие из вас уже знают, в нашей церкви есть замечательное служение, которое называется «Золотое время». Это служение было создано для того, чтобы приводить к Богу как можно больше людей старшего возраста. Мы занимаемся организацией прекрасных концертов. На эти концерты мы приглашаем лучших певцов, солистов, оперных театров, музыкальных театров. Мы проводим каждый месяц два-три концерта. Минимум два, чаще всего три концерта в месяц, представляете? И мы раздаем по всему городу приглашения. И приходят люди, тысячи людей, они приходят, они наполняют этот зал, который за моей спиной. Они слушают эту музыку. И для меня огромное благословение в виде, как сердца этих людей раскрываются. Они чувствуют любовь, чувствуют заботу. Мы покупаем им подарки, мы покупаем им витамины. Они уходят отсюда не с пустыми руками, люди старшего возраста. Для многих из них это единственное место, где их ждут с радостью. Это единственное место, где с ними здороваются. И они приходят постоянно, несмотря на то, что им тяжело. Чувствуют любовь, их сердца открываются. И для меня самое большое благословение, когда после концерта я объявляю друзья, сейчас будет библейский урок. И вы можете остаться на библейский урок. Я отношусь к ним с уважением. Вы знаете, можно было, пригласив их на концерт, начать им во время концерта проповедовать. Люди не глупые. Когда ты людей пригласил на концерты, во время концерта начинаешь проповедовать, они подумают, ну вот, загнали нас, заперли двери, сказали, будет концерт, а нам проповедуют. Нет. Мы должны быть искренними, мы должны просто любить людей. И вот они ходят на концерты, один, два, три, и они чувствуют, и никто во время концерта не проповедует. Просто любовь, просто подарки люди старшего возраста, которые иначе бы в церковь не пришли. И вот я выхожу на сцену и говорю, сейчас будет небольшой перерыв. И те из вас, кто не хотят остаться на библейский урок, вы можете уехать домой. Но те, кто хотят, после небольшого перерыва я буду вас учить Библии. И знаете, сколько людей остается на библейские уроки? Я не преувеличиваю. По 400-500 человек. Это люди, которые не ходят в церковь по воскресеньям, они начали ходить на концерты. Их коснулась Божья любовь через нас. Они начали нам доверять. Очень важно, чтобы люди начали доверять. Мы не проповедовали во время концертов. Мы с уважением говорили, хотите, можете уйти, будет урок. Остается по 400-500 человек. И когда я стою здесь, вот на этом самом месте, и за мной, там, в том зале, который вы видите, сидит 400, минимум, или 500 человек, которые вчера ничего не знали о Боге, и я их учу Библии, они познают Бога. Я вам хочу рассказать интересный случай. Однажды я решил сделать призыв к покаянию. И когда я сделал призыв к покаянию, вперед вышло 60 человек. Я растерялся. Не было столько консультантов, представляете? 60 человек вышли вперед. Вы когда в последний раз такое видели? И я понял, что надо просто всех поднимать, и они все встают и хором говорят, Иисус, ты мой Господь. Я вам хочу сказать огромное спасибо, если вы наш партнер, и если вы жертвуете деньги в наше служение. Благодаря вашим пожертвованиям мы приводим к Богу тысячи людей. Спасибо вам за то, что вы наш соработник. Благословений вам! Субтитры создавал DimaTorzok